В двух словах, кто со мной не знаком, я занимаюсь Java с 2001 года, последние два года я уже с Java не занимаюсь, я занимаюсь Groovy, я пришел к выводу, что намного правильнее на нем писать. Два года назад я открыл свой стартап, мы разрабатываем некую аппликацию, которая даст возможность людям голосовать за политиков онлайн и принимать влиятельные решения не задним числом, а в теории. Кроме этого, я пишу курсы, в основном это всякие разные модули Spring, Spring я очень люблю, кроме того, я работаю с компанией J-Frog, которая разрабатывает артефакторы и бинтрей, помогаю немножко им, сингальтоны завязал, больше не пишу, есть Spring. И поскольку я приехал из Израиля, и мой русский не очень чистый, сразу хочется оговориться, если я говорю аппликация, то я не имею в виду журнал с картинками, я подразумеваю приложение. Ibernet, когда я говорю это, имеется в виду Hibernet, Strundel, когда почта, это собака, компонент может использоваться с любым ударением, как компонент, так и компонент, то же самое параметр, параметр, никак не запомню как правильно. И прошу вас, если есть еще, а, конструктор, констрактор, вот еще тоже, все время путаюсь. Значит, о чем мы с вами поговорим? Сначала мы вспомним те далекие черно-белые времена, когда мы работали с базой данных без ничего, был GDBC драйвер и вперед. Потом мы поговорим с вами о том, как вроде все стало лучше, когда появился стандарт GPA, и какие разные были ORM, и как можно было определять entities, и все происходило некая магия. Ну и в конце мы придем к тому, что в принципе модно сегодня, и чем это лучше, чем GPA, или не лучше, и так далее. Значит, модули, которые будут затронуты, мы поговорим про Spring Data GPA, то есть мы посмотрим, как можно со Spring Data завернуть вашу ORM во что-то более гибкое. Потом мы посмотрим, как легко можно перейти на базу данных Mongo, если она у меня поднимется. Neo4j, наверное, мы пропустим, мало кто в итоге с ним работает, и Cassandra будет только в виде фонда. Так, ну давайте вспоминать. Когда мы были молодые, с нами был GDBC. Значит, какой был план работы для того, чтобы что-то записать в базу, или оттуда что-то взять? Значит, сначала открывался connection, потом, ну это еще уже после того, как драйвер настроили, да? Потом, значит, создавался какой-то statement, который мы хотим запустить, потом мы этот statement запускали, потом нам надо было пройтись по результату этого statement, потом надо было обработать все exception, которые по дороге случились, замопировать все результаты, которые вернулись, потом, значит, надо было обработать транзакции, потом надо было закрыть connection, и там куча всяких try-catch возникала. То есть в результате у нас, ну было как-то примерно вот так. То есть если посмотреть, сколько здесь бизнес-логики, а сколько здесь всякого разного мусора, то бизнес-логики здесь буквально процентов 10-15, все остальное это технический код, открывает-закрывает connection, мэпирует результаты и так далее, и так далее. Что произошло с большинством компаний, когда, ну, то есть, ну, людям надоело это все делать, и люди начали придумывать, как это можно, ну, поскольку, как бы, неважно, как бы, в каком вы работаете проекте, у вас 90% вещей, когда вы работаете с базой данных, это то же самое. И копипейстить их не хочется, поэтому стали это прятать в какие-то домашние фреймворки, потом появились уже фреймворки недомашние, люди начали пользоваться их, и появился стандарт GPA, который говорил, что вот у нас есть пакет стандартных аннотаций, при помощи которых вы можете рассказать, какой у вас мэппинг, стандартные интерфейсы, которые разные фреймворки могли имплементировать, но, поскольку интерфейсы стандартные, то легко перейти можно с одного фреймворка на другой. Вот примерно те названия, которые наверняка вы знаете, то есть, самый популярный почему-то стал HiberNet, хотя он далеко не самый лучший, самый лучший, наверное, был MyBattis, был еще и ClipsLink, там, OpenGPA был, некоторые до сих пор с ним работают, и так далее, и так далее. Вот, но что потом стало модно, пошла подсказка, появился новый SQL. И вопрос, ну, сейчас мы немножко рассмотрим, какой там синтекс, и как там вообще идет процесс работы, и решим, подходит ли для этого GPA или нет. Наиболее популярная, наверное, база данных, это все-таки Mongo. Поднимите руку, кто с Mongo работает. А кто работает с другой базой данных, которая тоже на SQL, но не Mongo? Ну, я же сказал, Mongo самая популярная, примерно столько же людей. И, по-моему, это те же люди. Так, значит, там все построено на JSON-ах, и все наши запросы мы пишем через JSON, то есть мы фабрикуем такой некий JSON, запускаем его, получаем результаты. Если посмотреть на синтекс нативного Mongo, который в Java можно запускать, мы создаем какой-то объект, Mongo даем здесь, значит, схему нашей базы данных, потом мы подключаемся, делаем вот так вот, getDB, после этого, значит, мы, например, хотим вытащить какую-то коллекцию, даем мы название, получаем коллекцию, формируем какой-то вот такой basic DBO object, который, как я уже говорил, это должен быть что-то типа JSON-файла. Мы этот JSON-файл заполняем, вот, например, я хочу найти все документы, в которых город в адресе, это Киев. После этого я говорю, давайте будем, запустим этот запрос, он возвращает мне какой-то курсор, ну, а-ля итератор, и мы проходимся по этому итератору, и опять, как всегда, мопируем данные. Насколько это похоже на то, что мы делали, работая с реляционными базы данных? Да ни на сколько. Да, то есть совершенно абсолютно другой подход. Потом, если посмотреть еще примеры других баз данных, например, Neo4j, это база данных, которая в виде графа, она очень удобно применяется, если вы хотите, там, считать, сколько есть у кого друзей, насколько там, сколько есть друзей у друзей, друзей у друзей у друзей. Работает примерно так, то есть вот мы создали какой-то граф этой базы данных, создали какие-то ноды, засунули в эти ноды какие-то значения, после этого мы можем вот так вот создавать релейшншипы и говорить это двухсторонний релейшншип или односторонний релейшншип. В отличие от Mongo здесь такие опять есть транзакции, значит транзакция вначале настраивается, открывается, закрывается и так далее, и так далее. То есть и опять, если сравнивать это с Mongo, это вообще не похоже, если это сравнивать с каким-нибудь там MySQL, вообще не похоже. И возникает вопрос, можно ли тут применить JPA, к которому уже, в принципе, все так привыкли, от которого все получали удовольствие, потому что как бы очень много технического кода ушло во фреймворк. И я думаю, что всем очевидно, что вывод здесь JPA тут никак нельзя применить, потому что вообще совершенно другой синтакс, другой подход, другие принципы. И появился новый игрок, в 2011 году вышел Spring Mongo, для некоторых модулей он, по-моему, даже вышел чуть раньше, который говорит, а давайте мы сделаем еще более высокий уровень абстракции, не будем заворачиваться, то есть люди будут просто писать какие-то совсем общие вещи, а потом это на лету все будет превращаться в синтакс нужной базы данных, там неважно это Mongo, Neo4j, надо просто рассказать, во что вы хотите, чтобы это все превратилось. То есть появляется такая совсем-совсем высокий уровень абстракции. Проект этот развивается, в принципе, с 2008 года, есть очень много модулей, то есть они поддерживают и для JPA, можно работать через Spring Data, и для Mongo, и для Neo4j, и для Redis, и для Solar, для Adupo, для Cassandra. Ну, для Cassandra на самом деле это в комьюнити проектах, то есть у них есть официальный проект, а есть второй комьюнити. Cassandra развивается чуть меньше, потому что это комьюнити проект, но она тоже, тем не менее, существует. Кто-то есть, кто с Cassandra работает? Что-то я так про него говорю, говорю, а тут только один человек, два. Так, ну ладно. Давайте, значит, посмотрим на коде. На коде все всегда интереснее. Поднимите руку, кто с гибернетом работает или работал. Вот, вас много, значит, вам легко будет понять, что я здесь делал. У меня есть два entities, у меня есть спикер. Это entity, у него есть ID-шник, он автоматически генерируется, спикер ID, у него есть имя, у него есть сет докладов, у каждого спикера сет докладов, обязательно нужен пустой конструктор, потому что гибернет через пустой конструктор создает эти entities, когда нужно их с базы данных тянуть. Ну, есть метод, при помощи которой я добавляю доклады, есть метод, который возвращает доклады, есть toString, все. То есть тут как бы, ну, стандартный поджу спикер против его докладов. Теперь доклады, это, в принципе, то же самое, тоже стандартный entity, вот помечен класс сток аннотации entity, у нас есть сток ID, это собака ID, тоже generated value, тоже пустой конструктор, конструктор более удобный, у каждого доклада есть, когда он происходит, есть его title, что это за доклад. Дальше у нас есть спикер репозитори, ну, такой типа DAO, который помечен аннотацией спринговой репозитори, у нас через аннотацию persistent context инжектится entity manager, при помощи которого мы можем обращаться в базу данных. Вот у нас есть метод findByName, findByName запускает запрос, который select as from speaker, где его имя равно имени, и вытаскивает все результаты, потом берет только первого. Есть getAllSpeakers, который возвращает все результаты, есть метод save, который может принять лист спикеров, и вот так по одному через entity manager он сохраняет. Есть метод count, тоже мне совершенно непонятно, почему у entity manager нет метода count, и надо писать какой-то дебильный вот такой вот синтекс, потом это все вытаскивать из этого single result, кастить его в long, и таким образом у меня, я знаю, сколько есть его спикеров, и есть метод deleteAll, который тоже почему-то не имплементирован по-человечески в гибернете, в GPA, и, соответственно, опять же, нужен какой-то запрос, и делать execute update query. Все, это вот пять методов, которые, пять, да, у меня их здесь, да, пять методов, раз, два, три, четыре, пять. Теперь, как мы это все конфигурируем и настраиваем? Может, конечно, xml, но мы же xml не очень любим, да, мы же люди взрослые, но еще не старые, как видите, вот, поэтому у нас вот так, у нас есть класс аннотированной аннотации configuration, я говорю, надо просканировать все пакеты, а может, там есть какие-то бины, ну, вот, например, мой репозитор, это бин, и здесь надо прописать буквально три бина, один бин это data source, вот у меня создается data source, я работаю с embedded database derby, передаю здесь его драйвер, говорю, что база данных будет называться conference, create true говорит о том, что эту базу данных надо создать, если она еще не создана, дальше у нас есть настройка entity manager factory, это тот игрок, который отвечает за создание и впрыскивание всех entity managers по аннотации собака persist context, вот мы создали local entity manager factory bin, сказали, с каким data source мы работаем, сказали, что наш провайдер это гибернет, сказали, что мы работаем с гибернетом через обертку gpa, потому что мы хотим работать со стандартными аннотациями, со стандартными интерфейсами, настроили там некие gpa properties, сказали, что диалект нашей базы данных это конкретно вот derby 107 dialect, и сказали, что мы разрешаем создавать все таблицы, которые еще не созданы, передали все эти gpa properties и сказали, что надо просканировать все пакеты в package conference, для того, чтобы найти все наши entities, и вот в принципе все. И последний бин это что? Это естественно transaction manager, который, потому что мы естественно без транзакций с базой данных и релационной не работаем, мы его тоже создали, мы его настроили, все, вот у нас три бина, transaction manager, entity manager factory и data source. Это в принципе, что нам дает? Это дает достаточно легко возможность перейти с одной релационной базы на другую. Если я сейчас работаю с derby, а завтра хочу работать там, не дай бог, с postgrace, то мне просто надо здесь вот изменить этот будет диалект и по большому счету все, да? То есть синтекс весь останется тот же самый. Но я не должен вам это рассказывать, вы сказали, что сибернетом все работали, все знают эти плюсы. Так, значит, теперь у меня есть тест, в котором я ничего не проверяю, потому что иначе это было бы неинтересно для презентации, а я просто печатаю все результаты. Значит, в тесте у меня инжектится, да? Во-первых, ну, в двух словах про спринговые тесты. Если вы пишете, ну, такой типа интеграционный тест, вы хотите как бы тестировать не только вашу бизнес-логику, но вы еще и хотите тестировать, что спринг хорошо работает, и вы не хотите каждый раз создавать контекст внутри тестов, то у вас есть раннер спринга, вы говорите, я хочу запускать тесты не со стандартным G-юнитовским раннером, а у меня есть спринг G-юнит for class runner. Есть дополнительная аннотация уже спринговая, которая говорит, из какого контекста надо будет строить, из какой конфигурации надо строить контекст, и я передаю сюда вот этот вот апконфиг, который мы вот только что смотрели. И после этого, что делает вот этот раннер спринга? Он превращает весь этот класс тестов в бин. Как только он становится бином, появляется возможность заинжектить в него все что угодно, то, что я хочу тестировать. Я сюда инжектю свой спикер-репозитори, после этого я хочу настроить базу данных, соответственно, у меня есть метод before аннотированный, в котором я создаю разных спикеров. Вот у меня есть Джордж Мартин, который рассказывает про Игру престолов. У меня есть Мартин Тошев, который рассказывает про модулярность Java. Я есть там с тремя докладами. Есть Али Минков, есть Томас Бозек. Все это записывается в конечном итоге в репозиторе. Теперь фишка в чем? Когда вы ставите, говорите, что метод транзакционный, а этот метод транзакционный, потому что, видите, я весь свой тест пометил аннотации транзакционал. В тестах, когда вы запускаете тестовый метод, который транзакционал, там автоматически все откатывается назад, в отличие от транзакции, которые ставятся в обычных классах. А я не хочу, чтобы откатывался назад, потому что этот метод настраивает базу данных для всех остальных тестов. Поэтому я здесь ставлю rollback false. Таким образом, этот метод срабатывает и назад не откатывается. База данных готова, и можно тестировать. Значит, первое у меня тестируется, сколько было спикеров. То есть я печатаю просто, сколько спикер-репозитор вернет. Следующий у меня есть find all, который говорит, дай мне всех спикеров, и мы распечатываем их все имена. Дальше у меня есть find by name, мы ищем меня и печатаем все мои доклады. И после этого у нас есть автор, который стирает, соответственно, всю базу данных. Ну и вспомогательная метода, мы к ней потом еще вернемся, которая там, если мы захотим сказать, в каком промежутке времени нас интересуют доклады. Теперь, если мы все это запустим, сейчас это полчаса будет запускаться, потому что это традиционная база данных, вы потом сравните, насколько с Mongo все быстрее работает. Ну, не так все страшно. Значит, спикеры у нас, Евгений Борисов, Торшев, Беоза Кальвинков и Джордж Мартин. Спикеров у нас пять, и вот все мои доклады. Все, все замечательно. Вопросов нет, верно? Отлично. Теперь давайте переходить на спринг-дату и посмотрим, насколько меньше нам придется писать. Значит, во-первых, я пойду в свой класс спикер-репозитори и скажу, ну, все вот это очень неприятно смотрится, давайте мы сделаем вот так. Оп! Красивее же, правда? Кроме того, если мы все равно все стерли, давайте скажем, что это вообще интерфейс. Вот эту аннотацию мы вообще уберем. И вместо этого мы скажем, что мы хотим наследовать от крад-репозитори. Когда мы говорим крад-репозитори, мы должны сказать, это репозитори чего? Это репозитори спикеров. Спикеров, и надо сказать, какой у нас айдишник. Айдишник наш, это лонг. Все, вот это я сделал. Теперь идем в нашу конфигурацию. Для того, чтобы активизировать процесс, который найдет все мои интерфейсы, которые являются на самом деле репозитори, мне нужно сказать, вместо компонент-скан, я его, в принципе, могу оставить, а могу стереть, потому что у меня больше бинов никаких на самом деле не было. Давайте оставим, чтобы не стирать. Enable GPI-Repositories. Что это делает? Ну, мы потом об этом поговорим подробнее, что это делает. Так, как вы думаете, это будет работать сейчас? Да. Напрасно вы так думаете. Я стер пять методов. Еще раз я напоминаю, у меня в классе было пять методов, я все их стер. И вместо этого заменил это все на интерфейс. У меня, скорее всего, даже компилироваться не будет. И таки да, не компилируется. Вот, например, у нас нету findByName, у нас нету getAllSpeakers, эти методы исчезли. Давайте посмотрим, а может быть что-то... О, есть findAll. Нормально. Так, тут у меня, каунт у меня каким-то образом остался, хотя вроде я стирал его. Save у меня вроде остался, хотя вроде тоже стирал. Что там еще? DeleteAll остался, хотя я стирал... Вот, нет, вот findByName. Что есть вместо findByName? FindOne, нет, findOne это по идишнику, а мне надо по имени, findAll не годится. Что мы делаем, когда мы не можем придумать, как сделать так, чтобы тест компилировался? Есть отличная методология. Берете вот так и вот так. Все. Давайте мы посмотрим, если это сейчас все будет работать. Релационная база данных поднимается, создается, и, ну... Видите, со спринг-датой, чуть-чуть медленнее на самом деле, но не принципиально. С Monge это не будет чувствоваться. Все, все отлично работает. Вот все наши спикеры, вот их пять штук. Единственный метод у нас пока в комменте, ну, хрен с ним. Мы потом разберемся, как его тоже починить. Так, теперь возникает вопрос, а откуда, собственно, пришли вот эти методы, которые я только что стер? Ну, вы, наверное, обратили внимание, что я стереть-то их стер, но при этом я сказал, что я наследую от какого-то магического интерфейса Carad Repository, и, наверное, это он сделал вот эту всю магию. Давайте разберемся, что это за магический интерфейс. Я пропустил один слайд. У меня уже просто в помме было добавлено изначально Spring Data GPA, для того, чтобы вот все вот эти Carad Repository, вот эта аннотация Enable GPA Repositories пришла, это все пришло отсюда. Вот, его первый релиз вышел в 2011 году, этой вот штуки. Вот, вот это вот загадочный интерфейс, который называется Carad Repository, в котором уже существуют определенные методы, которые мне не нужно имплементировать, они уже имплементированы для нас. То есть у нас есть метод Save, который принимает любой Entity, у нас есть метод Save, который принимает много Entities, у нас есть метод Find One по ID-шнику, у нас есть Find Dole, который возвращает все Entities данного типа, у нас есть Delete, у нас есть Delete All, у нас есть Count, ну, в принципе, немножко все похоже на то, что было в стандартном Entity Manager, но только тут немножко более полный список, более удобный. Возникает вопрос, а есть ли еще какие-нибудь вот такие вот магические репозиторы, от которых можно понаследовать и каким-то образом вдруг все эти методы начнут сами работать? Да, значит, есть полно всяких разных репозиторий, ну, вот мы использовали Crad репозиторий, есть вот такой Paging and Sorting репозиторий, мы сейчас даже попробуем с ним поиграться. Если вы знаете, что вы заточены на работе с GPA, то у вас есть GPA репозиторий, есть Mongo репозиторий для работы с Mongo, есть Neo4j репозиторий, Cassandra репозиторий, ну, и так далее, и так далее. Значит, давайте вот этот вот попробуем использовать. Значит, если мы используем Paging and Sorting репозиторий, он добавляет нам еще два магических метода, Find All с каким-то сортом и Find All с каким-то, с Pagination каким-то. Ну, давайте вот попробуем сделать Find All с сортом. Где мы делаем Find All? Find All. Find All. Да. сейчас у нас спикеры как-то отсортированы. Вообще ни в каком, ни алфавитном порядке, ни туда, ни сюда. А я хочу их сортировать. Значит, во-первых, я скажу, что мы наследуемся не от Crad Repository, а от Paging and Sorting Repository. И это даст мне возможность в метод Find All воткнуть вот такую штуку. Делаем New Sort и говорим, по какому параметру мы хотим сортировать. Если я хочу еще указать, там это должно быть в обратном порядке или не в обратном порядке, то у вас есть возможность поставить там Discending или Ascending, он принимает такой параметр. Вот. Давайте мы сейчас это запустим, посмотрим, если по имени сейчас все это будет сортироваться. У меня сколько они не понравятся, можно тоже исследовать, да? Ну да, тогда все эти методы соберутся вместе. Сейчас мы запускаем конкретно, о, видите, Евгений на E, потом G, потом M, потом N, потом T. То есть все четко рассортировалось. Так, ну, на самом деле начинает уже раздражать, что у нас есть тест, который мы закомментировали. Надо же что-то с этим сделать. Давайте мы его откомментируем обратно и подумаем, как это можно починить минимальными усилиями. Ну, не компилируйтесь, потому что нет метода в интерфейсе. Ну, потому что мы наследуем интерфейса, который, ну, не мог знать, что мне нужен Find By Name. Давайте мы этот метод просто создадим, вот так. Все. Достаточно, как вы думаете? Попробуем запустить. А, я запускаю не то, я запускаю предыдущий тест. Сейчас мы запустим конкретно тот тест, который мы откомментили. Вот, видите, теперь все компилируется, как здорово. Чтобы вообще все проблемы в жизни так можно было решить. Не компилируется, создаем то, чего не хватает, и все. А оно само разбирается, что оно должно делать. где этот метод новый? Вот. Вот. Вот у нас Find By Name, который мы создали. Вот мы запускаем этот тест. Посмотрим, если мы сейчас получим мои доклады. На самом деле, о. Да, вот, вот как-то так оно пришло. Теперь возникает вопрос, а если мы вот так вот написали какой-то метод, просто вот название его указали, и оно каким-то образом само все заработало, а может мы еще можем какие-то придумывать методы. Давайте попробуем придумать какой-нибудь прикольный метод. Например, я хочу всех спикеров, у которых в имени есть слово Martin. Ну, то есть, у которых в имени есть какое-то определенное слово. Значит, мы пишем метод, который будет возвращать лист спикеров. Назовем мы его, ну, тут надо достаточно вежливо попросить. Значит, Find, пожалуйста, это очень важно, работая со Spring Data, быть вежливым, если вы что-то сложное просите. Find, пожалуйста, by, можно на иврите просить, by name, like, ну, как-то так. Здесь у нас, соответственно, будет string, здесь у нас будет какой-то там, не знаю, часть имени, ой, вот это восьмая джава. Так, и давайте напишем для этого дела тест. Какой нам тест максимально близок. Вот, сейчас этот тест мы скопируем. Эть, эть, ну, все, ctrl-D, выровняем. Значит, это у нас будет называться тест Martin, потому что это будет не all speakers, это будет all Martin speakers. Там у нас, по-моему, их было двое, но сейчас мы узнаем точно сколько. Значит, вместо find all мы будем делать find, пожалуйста, by name like. Здесь мы ничего не передаем, то есть передаем, но другое. Как там делаются лайки в реляционной базе данных. Martin, что-то такое? Давайте запустим этот метод. Martin. А? Без G. таких у нас нету спикеров. Она запускается недостаточно быстро, чтобы чувствовать себя комфортно, недостаточно медленно, чтобы я успел что-то рассказать. Это вот раздражает в этой базе. лучше, чтобы еще медленнее было. Видите, мы попросили хорошо, пожалуйста, сказали, вот пришли все спикеры, у которых в имени есть слово Martin. Теперь давайте мы сделаем еще что-нибудь. Давайте мы возьмем всех спикеров, которые по-русски умеют разговаривать. Как можно определить спикера, который говорит по-русски? У него фамилия заканчивается как? Борисов, Иванов, Петров, Сидоров, там ов должен быть в конце. Значит, поехали, пишем еще один метод, который будет называться, давайте еще вежливо попросим. Значит, нам нужен лист спикеров. Find будь ласка. By Что там? By Name Ending With И здесь будет опять же какой-нибудь суффикс. Да? Поехали, пишем такой тест. Проверим, будет ли это работать. Эть, Эть. Ctrl D. Так, значит, этот тест будет называться Russian Speaking Speakers. Это Коля, Коля Алеменков обидится, если я его русским спикером назову. Поэтому это не русский спикер, это, который умеет говорить по-русски. All Russian Speaking Speakers. И здесь мы используем Find будь ласка, By Name Ending With И здесь мы пишем Of. Да? Запускаем этот метод. Или я успею что-то рассказать? Не успею. О, пожалуйста, пришли Борисов, Элеменков, то есть все, которые заканчиваются на Of. Да, вот глядя на этот интерфейс, просто, ну, здорово вообще. То есть, раньше нам надо было синтекс какой-то изучать, базы данных, а вот здесь я реально, я не знаю вообще никакой синтекс, я просто говорю, что мне нужно. А Spring каким-то образом сам угадывает, как это сделать и делает то, что я прошу. Вот. Но, наверное, вам все-таки устали вы от того, что у нас одна сплошная магия. Вот. И поэтому давайте спросим, а нельзя ли каким-то образом эту магию убрать? Магию убрать можно. Давайте я вам расскажу, как это все на самом деле работает. Значит, перед тем, как мы перейдем ко всем заклинаниям и расшифровкам этих заклинаний, давайте поговорим немножко про замечательный дизайн-паттерн прокси. Поднимите руку, кто знаком с дизайн-паттерном прокси? А кто знаком с динамик-прокси? Вот уже намного меньше людей. Хорошо, расскажу. Значит, Spring, как вы понимаете, сканирует пакеты, потому что я ему сказал, enable GPA repositories, причем вот эта вот аннотация, которую мы поставили в конфиге, он сканирует и делает что? Он находит все интерфейсы, которые наследуют от интерфейса, ну вот этого, например, ну или любого другого интерфейса, который как бы относится к Spring Data. После того, как этот интерфейс обнаружен, что делает Spring? он на лету генерит имплементацию, соответственно, в этой имплементации автоматически появляются все методы, которые указаны в том интерфейсе, от которого вы наследуете, плюс те методы, которые мы дописали в наш собственный интерфейс. Теперь, Spring умеет разобраться в этом синтаксе и сгенерить нужный вам код, а как он знает, для какой базы данных, у нас же была магическая аннотация. То есть, я же сказал, что сделай мне, пожалуйста, GPA repositories. То есть, я вам рассказал, что мы работаем сейчас через GPA. И, соответственно, весь синтакс, который он сгенерит и засунет в методы, которые он имплементирует на лету, будет синтакс, который работает через GPA. Вот вам список всех заклинаний и их расшифровки. Можете посмотреть. Не очень видно, да? Ну, давайте мы увеличим. Значит, я, во-первых, хочу вам напомнить, что, когда я имплементировал интерфейс, я еще вот здесь рассказал, что это не просто какой-то там репозитор, это репозитори спикеров. И, соответственно, Spring может сходить. В этот entity и сказать, ага, значит, у него есть name, у него есть speaker ID, у него есть доклады и так далее, и так далее. То есть, всю эту информацию он в рантаме может считать, потому что он знает, это репозитори какого класса. Эта информация у него есть. А дальше есть вот такие вот магические слова. Значит, вы должны писать в этом интерфейсе методы, которые либо начинаются со слова get, либо которые начинаются со слова find. Тогда он говорит, о, вот этот метод я знаю, как имплементировать, потому что тут надо что-то будет искать. Потом, между find и buy вы можете ставить любую фигню. Я это сделал просто тупо, чтобы вас посмешить, но на самом деле понятно, что не будет ласка, не пожалуйста, все это не нужно, и Spring просто это игнорирует. Он, когда видит find, он говорит, отлично, я нашел find, теперь он проектирует, если там есть слово buy, он находит слово buy, а после этого он понимает, что все, что написано после buy, это будут названия филдов или пропертей, которые у нас есть в нашем entity, который мы ему сказали через generics. И он, соответственно, генерит нужные запросы под GPA, запускает их и мапирует это все, как нужно. Причем, вы можете использовать тут достаточно много, то есть, понятно, что вы не сможете прийти, если у вас есть, помните этот анекдот, он по фейсбуку сейчас очень модный ходил, что там парень с девушкой расстался, и его спросили, а что ты расстался, он говорит, а у него были очень большие запросы. Он говорит, в каком плане? Ну, select, from, join, и там такой вот, такой вот огромный SQL. То есть, если у меня будет вот такой огромный SQL, то, понятно, мне, наверное, будет очень сложно через вот этот синтекс рассказать, но для большинства стандартных операций этого набора достаточно. У вас тут есть and, у вас тут есть or, у вас тут есть between, у вас тут есть less than, greater than, date, вы можете, соответственно, комбинировать, я могу сказать, find by name greater than and age between. И, соответственно, у меня этот метод будет принимать два параметра. То есть, вот опять же, я презентацию вам всем перешлю, то есть, ну, ее опубликуют, наверное, как-то. То есть, вы сможете посмотреть вот тут примеры нативного SQL, то есть, JPQL, а это вот то, как можно писать в этом самом. Вот. И дополнительные вещи. То есть, у вас есть вот это isNull, Now, Like, Not Like, Container, Discending, Ascending, Not In, Ignore Case. То есть, ну, весь стандартный пакет операций, который у нас есть. Так, тут возникает вот такой человек, который говорит, подождите, ну, я не хочу привязываться к чужим интерфейсам. Мне не нравится, что мой интерфейс должен наследовать от какого-то Crad Repository и так далее, я хочу свои интерфейсы. Значит, во-первых, вы можете наследовать от интерфейса Repository, он пустой вообще. И тогда только те методы, которые вы скажете, будут в ваших, в ваших на лету сгенерившихся классов. Вот. Но есть люди, которые говорят, они вообще хотят независимость, они совсем не хотят завязываться, даже на пустой интерфейс Repository хотят вообще без него. Можно и совсем освободиться. Вы можете написать свой собственный интерфейс, проаннотировать его аннотации Repository Definition, чтобы Spring понимал, что это необычный интерфейс, и выглядеть это примерно будет вот так. То есть я пишу свой какой-то ток-репозитори, говорю, что в нем должен быть только вот такой вот метод, и других быть не должно. И рассказываю Spring, что это необычный интерфейс, это Repository Definition. Мой класс, мой entity, для которого этот репозитори должен работать, это ток, то есть все равно где-то я должен рассказать про свой entity. И вот его id-шник. Вот и все. И фигачите здесь ваши методы, они все сгенерятся на лету, если вы попадаете в правильный синтекс, который вот был в тех двух таблицах. Так, ну что, давайте перейдем на Mongo. Давайте посмотрим, вы так на секундочку представьте, что вы работали бы без Spring Data, и вам сейчас надо было перейти на Mongo. Я думаю, что с такой проблемой многие из вас сталкивались или слышали про людей, которые сталкивались с такой проблемой, потому что появилась Mongo, она лучше, она быстрее, она дает возможность кластеризировать все намного лучше, и хочется на нее перейти, но у нас же все написано GPA, и начинается капец. Все наши классы, которые были, наши DAO, там, значит, весь этот синтекс, надо убирать вместо этого какой-то писать Mongo template, совершенно другой синтекс. Огромное количество времени это делать, многие говорят, ай, ладно, давайте останемся на GPA. Вот, смотрите, насколько просто сейчас сделать будет этот свитч. Так, во-первых, я в своем апконфиге, я не буду больше конфигурировать, во-первых, я скажу, что не enable GPA repositories, а enable Mongo repositories. Это раз. Во-вторых, вот эти все бины мне уже, соответственно, я могу их, конечно, не стирать, но зачем они с другой стороны нужны, если все эти бины настраивают мне GPA? Я просто стираю всю эту конфигурацию и вместо этого мы дадим конфигурацию Mongo. Значит, что там у нас? У нас должно быть два бина. Mongo проще немножко настраиваться, чем GPA. Public, что там, Mongo client, Mongo client, Mongo client, return, new, Mongo client, там exception какой-то, по идее, должен быть. Да, мы на него забьем. Вот никак не научиться check the exception не делать. И еще один у нас будет бин. Фактически через него вы можете работать с голым Mongo, он называется Mongo template. Если вы помните, был такой GDC template, так вот есть в Spring Data Mongo template, и можно работать с ним. Но мы работаем через Spring Data, поэтому нам он нужен, просто чтобы он был, потому что Spring Data, когда будет генерить на лету вот эти вот классы по нашим интерфейсам, будет использовать вот этот вот бин. Значит, мы его здесь сдаем, Mongo template, он принимает в конструкторе Mongo client с этим дурацким exception-ом, и название базы данных. Ну, давайте назовем это conf.mongo. Вот так. Все. Последняя вещь, которая мне осталась, это мой репозитор. И скажет, что он теперь не page-in and sorting, а Mongo репозиторий. Все. Запускаем. Почему сейчас не взлетит? А я Mongo не включил. Да? Он мне об этом рассказал? Там есть какой-то тайм-аут, наверное. Ну, короче, давайте попробуем Mongo включить, может, поможет. Так, пошли. Вот Mongo. Нет, это не Mongo. А где у меня был? Ладно, давайте искать, где у меня Mongo был поставлен. Так. C, program files, Mongo, Mongo, Mongo D. Зацените, как быстро поднимается база данных. Все. Поднялась. Запускаем еще раз. Нет, там exception был другой. Что я? Там enable.gpa репозиторий. А, я ставил enable.gpa репозиторий, я же поменял на enable.mongo. Нет, я поменял. У нас есть, это вообще мне не нужно. Может, он не любит точки в названиях этих самых? Может, конечно, exception почитать, но как-то лень. Там много написано всего. Ой, я угадал. Дело было в точках. Только давайте запустим все тесты. Что я запустил один? А вдруг там какие-то тесты не будут работать? Я вам даже скажу, кстати, какой тест работать не будет. Знаете, какой не будет? Один-единственный тест, который использовал синтекс. Кто знает что? Сорт. Не. Сорт прекрасно будет работать, потому что mongo репозитор наследует от paging and sorting. У нас не будет работать вот этот лайк, потому что это синтекс исключительно реляционных баз данных, поэтому надо точка звездочка. Ну, зацените, я не продакшн код меняю. Я меняю тест. Это нормально все. Точка звездочка. Все. Теперь мы запускаем все тесты. Сколько в сумме нас взяло времени поменять базу данных? Четыре минуты. Вот, пожалуйста, давайте проверим, что все тесты возвращают ту же самую информацию. Значит, Евгений Борисович, ну, все докладчики и отсортированные по алфавиту, между прочим, да, все осталось. Их пять. Все доклады мои. Все спикеры, которые по-русски говорят элементов Борисов и все спикеры, у которых есть слово Мартин в названии. По-моему, замечательно. Так, давайте еще немножко подобавляем методов. И вот до сих пор никто не задал вопрос, хотя уже на самом деле пора его задать. Вот такой вопрос. Например, я хочу, у меня же репозитори спикеров, а я хочу сейчас всех спикеров, у которых есть доклады в каком-то... Нет, давайте все доклады, в которых есть слово Spring или там, в которых есть слово Java. Это уже как бы немножко более сложно, потому что название доклада это не часть спикера, это часть тока, который у спикера есть. Так вот, что делать, если я не знаю заклинание? У нас для этого есть аннотация собака-квери, в которой вы можете писать нативный синтекс ваших запросов. Давайте попробуем это сделать. Значит, мы опять же возвращаем лист спикеров. Назовем это Find Speakers with Specific Talks. И здесь у нас будет String Part of Talk Name. Значит, я ставлю аннотацию собака-квери, а у меня она где-то уже была скопирована. Вот так. Че-че-че-че? Что за ерунда? Это какие-то глюки в IntelliJ явно. Ковальчики может? Да нет. Ну-ка попробуем запустить. Нет, он реально не компилируется. А че? Может у меня импорт не тот стоит? Атри-пут аннотации, наверное, не value, а... Value, value. Какой-то name. Не-не-не, абсолютно точно. Не тот за импорт. Я почти уверен, что просто импорт не тот стоит. Давайте мы сделаем Alt-Control-O, который уберет все ненужные импорты. Теперь мы сделаем еще раз вот это и сделаем импорт на... Видите, эти аннотации есть для любой, опять же, база-данк, с которой вы работаете, смотря какой модуль вы подтянули. То есть у меня есть вот Spring Data GPA, я могу воспользоваться аннотацией Spring Data GPA и там писать SQL нативный. Если я хочу с Mongo, то у меня есть собака-квери от нее. Да, просто был не тот импорт. Все замечательно. Теперь давайте мы напишем для этого дела тест и поиграемся с ним. Так, пошли в тесты. Опять это все копируем. Ctrl-D. Это будет Find All Speakers With Specific Talks. Значит, давайте мы здесь, соответственно, Find Speakers With Specific Talks и у нас тут будет мы хотим доклады со Spring вот так, да? Запускаем именно этот тест. Смогу чувствовать быстрее работает. Вот, про Spring только я рассказывал на этой конференции, а если мы хотим про Java, про Java там, по-моему, было больше людей, которые рассказывали. Во, тут их есть двое. Отлично. А если я сделаю Java с маленькой быкой? Будет работать или нет? Не работает. Что делать? Тут есть два варианта. Или я должен пойти вот сюда и сказать, надо что-то вот с этим синтексом химичить. Ну, опять же, тут передается JSON-файл, то есть я говорю, что talks.title мы поэтому фильтруем, и здесь я передаю, говорю, что будет какой-то параметр, который regular expression и так далее, и так далее. Но я, например, недостаточно хорошо знаю синтекс Mongo, к сожалению, мне не довелось в продакшене поработать, у нас доказали все, что для того, чтобы у людей была работа, надо работать с Postgrace. Значит, что меня интересует? Меня интересует find speakers by talks это название property, которое есть у спикера, а у talks есть property, которое называется title, поэтому я делаю find talks title, like и еще ignore case поставлю. Только не говорите, ой, я, кстати, зря не сделал shift f6, теперь придется там, только не говорите, что это нечитабельный код. По-моему, find speakers by talks title, like, ignore case, по-моему, все нормально. Но это лучше все-таки, чем какой-то SQL или JSON писать, в котором надо конкретно разбираться. Запускаем. Главное, чтобы заработал. О! Есть? А откуда он узнает, что title это field talks, а не, что это один большой field talks title? Так его нет. А потому, что он сначала поищет такой field, увидит, что у тебя в спикере нету филда, который называется talks title, и скажет, ну, значит, talks это один, а, нет, кроме того, смотри, у нас же как бы этот самый, camel case. Я же, ну, да, 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 филда тоже, согласен. Поэтому он сначала поискал field talks title, увидел, что такого нету, сказал, ну, значит, это talks, это одно, а title, это уже вот здесь. И разобрался. И сделал мне лайк, игнор кейс, и все отлично. А можно не вытягивать весь объект от тока, от таза? Ты уже второй раз задаешь этот вопрос. И я обещал тебе ответ. Давай, мы это чуть позже сделаем. Буквально еще чуть-чуть. Еще потерпи пять минут. Есть и то и другое в смысле, есть talk title, он возьмет talk title спикера. Собака query, пошел писать. То есть, в том-то и дело, у тебя Spring говорит, если вы мне поставили аннотацию собака query над каким-то методом, то я вообще не буду пытаться проанализировать, что название метода говорит. На самом деле, меня глобально вообще пугает будущее нашего мира, потому что чем больше вот таких технологий, тем можно менее качественных программистов брать и у них за счет силы и мощности магии Spring все равно как-то все будет работать. И сейчас опять на что-то брать индусов и непонятно кого, но это все может плохо закончиться. Да. Прекрасиво иметь два репозитория, которые работают с одной антики по сути? Ну, согласен, но иногда это тоже, смотри, на самом деле давайте уже забежим вперед. Я считаю, для чего нужна Spring Data. Spring Data очень классный, если вы говорите, у нас начинается новый проект и мы еще не определились, какая база данных нам лучше. Я не хочу сейчас изучать досконально синтекс Монго, потому что, может быть, мы вообще с ним работать не будем. А может, мы вообще будем работать с Кассандрой, а может, мы вообще все-таки будем работать с GPA. И я начинаю через Spring Data делать какие-то общие вещи. Потом мы постепенно сориентировались и понимаем, с чем мы будем работать дальше и мы постепенно Spring Data начинаем там, где, по крайней мере, нам это нужно заменять на нативные вещи. И у тебя в какой-то момент ты стираешь вот этот интерфейс, вместо него пишешь класс, а где-то он у тебя оставляет, а в другом месте он пока еще остается. И постепенно, постепенно ты, может быть, придешь к тому, что у тебя Spring Data вообще не останется. Мне кажется, это в основном сделано для этого, потому что мне сложно поверить, что в большом серьезном проекте вы же понимаете, что это идет вечный трейд-офф. То есть, чем больше за вас что-то делают вещи, тем меньше вы можете использовать какие-то уникальные свойства той базы данных, с которой вы работаете. И тогда вам приходится переходить на нативный синтекс этой базы данных, если вы хотите ее в полную мощность использовать. Но пока вы еще не знаете ее или не ее, то это вам дает возможность за пять минут раз и перейти с одной базы данных на другую. Продолжаем разговор. Надо все-таки ответить на вопрос, как фильтровать. Значит, я делаю еще один метод, который будет возвращать всех спикеров доклады, которых в каком-то временном диапазоне. Значит, у меня будет лист спикеров, будет называться это find, давайте попробуем без собака query обойтись, find by, что там, talks, у talks есть, кажется, поле when, которое говорит, когда этот доклад. Так, when between, и здесь у нас будет, соответственно, date from и date to. вот так. Точно правильно сделал? Find by, talks это поле, when это поле уже у talks, и between, какой-то временной диапазон. Честно говоря, надоело писать тесты, давайте мы, может быть, поставим там просто breakpoint и запустим его вот в дебаге. так, вот так, вот так, вот так. Нет, этот breakpoint меня явно не интересует. да, значит, спикер репозитори, find talks between, значит, у нас будет тайм начальный, например, 8.00, вот помните, там была у меня вспомогательная метода тайм, вот она для этого была, и до, там, не знаю, 13.00. Запустили, вот, у нас есть единственный человек, который в это время выступает, это я, и можно открыть меня и увидеть там всю остальную информацию про доклады и так далее. А вот что, если действительно меня интересует исключительно сам человек, а его доклады меня не интересуют? Мне интересно посмотреть, какие спикеры выступают в каком-то диапазоне. Значит, как мы это сделаем? Мы пойдем в этот метод, который у нас прописан, и скажем, что мы хотим отфильтровать. Find talks between, ля-ля-ля. Где у меня тут было? Вот, вот так. То есть, что я сейчас сказал? И я хочу, что здесь у меня только тайтлы докладов, а спикеры меня вообще не интересуют. То есть, мне интересно посмотреть, какие доклады в этом диапазоне будут. Без всей информации о спикерах и так далее. Ну, или можно писать там talks, when, и тогда, соответственно, у тебя останется только когда этот доклад. Запускаем еще раз в дебаге и смотрим, если нам обрезало это все остальное. У нас был Евгений Борисов и три моих доклада. А теперь что будет? А теперь у нас, пожалуйста, видите, спикернейм у нас null, но если мы откроем, что здесь null, здесь null, а в докладах у нас доклады остались. Причем, зацените, я попросил, что меня, я сказал, меня интересует только название докладов в этом временном диапазоне. У меня больше ничего нету, никогда, не только ID, а только вот то, что я попросил отфильтровать. Так что можно. Ну да, тогда наоборот, отфильтруй по спикеру, скажи, меня интересует только вот имя спикера и все. Я имею ввиду return time поменять не лист спикеров, а лист стрим-дол, если ты хочешь, что это... Ну тут для этого в интерфейсах приходится писать дефолтный метод. Это как раз последнее, что я вам хотел рассказать. Значит, допустим, я хочу, действительно, меня интересует только вернуть доклады без вообще спикеров, без ничего. То есть я хочу метод, который возвращает лист докладов. Вот, давайте это сделаем. Благо, Java 8, и в интерфейсах можно писать код, как они удачно, да, подсуетились. Это смех смехом, но на самом деле действительно очень здорово, потому что, если Spring говорит, я вам, вы работаете с интерфейсами, а мы сами вам генерим класс. Я говорю, ну иногда немножко мне тоже хочется кода пописать, а я могу. Восьмая с Java. Вот, поэтому я тут уже приготовил кусок, чтобы сейчас не писать его с нуля, сейчас расскажу, что это. Вот. Значит, смотрите, что у меня есть. Да, сейчас только... Это же, конечно, это же импорт, сам догадаться не мог. Что там, вариантов много? Коллекторс. Вот. Значит, у меня есть метод, который возвращает лист докладов, как вы и хотели. Называется он «Найди доклады между такой-то и такой-то датой». Что он делает? Он сначала делегирует в тот метод, который мне имплементирует Spring и возвращает мне все. А дальше я при помощи стримов просто говорю, давайте мы отфильтруем только, ну, смейпируем только доклады, все это выровняем, сделаем фильтр по когда-по когда, там еще, наверное, distinct где-то надо будет сделать и в принципе все. Вот давайте мы попробуем проверить, если это сработает. Запускаем опять в дебаге и вызовем метод «Find Talks Between». Так, так, «Speaker Repository», «Find Talks Between», ну, давайте, 8.00, нет, 8 неинтересно, уже было, 8.00, это же «Time», это «Time». Время 8.00 и время окончания, например, 18.00. да, ну что такое, 18.00. А? Чего я не так сделал? Не указано, почему? «Find Talks Between», не указано, «Find Talks». где не указано, что не указано? «Find Talks Between»? «Find Talks Between». «Find Talks Between». Сейчас еще раз. так это мой метод. Это сейчас, я вызываю свой метод, еще раз, смотрим. «Find Talks Between». У меня есть метод, который называется «Find Talks Between». Он делегирует в метод «Find by Talks Between», и потом уже из него как бы отфильтровывает только доклады, делает им дистинкт и отдает. А есть доклады именно в промежутке так правильно? Теоретически, может быть, и нет. Может быть, сильно в этом проблема. Сейчас, давайте попробуем. Если там возвращается новая, не пустая листья, то есть… Ну да, то есть там надо какую-то проверку делать, но… ну в этом-то промежутке точно есть. Давайте продебажим, ну тогда просто придется его использовать, этот метод. Ладно, давайте тогда мы этот метод вызовем. «Find talks between», и поехали. Значит, у нас есть «Time 8.00», «Time 16.00». А, вот она проблема. Она вообще не компилируется. А, нет, все нормально, потому что я же должен «return type» изменить. Значит, это у нас «eterable talk». Вот. Здесь у нас будет это «talk» и «log.info» «talk.toString». Вот здесь мы поставим «breakpoint». давайте попробуем. А вдруг сработает. Может, что-то «intelligent» глючил, хотя вряд ли. Да. Тогда пошли в дебаг, сюда. Это нам неинтересно. вот. Это нам что? А, я знаю, в чем проблема. Ну, кто догадается. Нет идей? Я же отфильтровал, блин, все. Я же вот это все отфильтровал. Этот метод сейчас просто не приносил всю информацию, которую я сейчас пытаюсь апеллировать. Поэтому стираем это дело. Сейчас мы фильтровываем не при помощи магической аннотации, а при помощи нашего кода, так как мы хотим. Ну, зачем мне сейчас дебаг? Сейчас уже можно запустить нормально. Вот, пожалуйста. Вот. Вот они все доклады. Вот все доклады в этом диапазоне. Вот вам, пожалуйста. Spring Puzzler, Spring the Reaper и ну и так далее. Понятно? То есть, благодаря тому, что можно писать в интерфейсах кода, вам не обязательно говорить «А, что-то я сделаю в классе, что-то я попрошу Spring'а». Можно все смиксовать вместе с вашим кодом. Так. Люди, которые работали, хотят перейти все-таки на Mongo, но всю жизнь писали SQL, я вам опять же вот оставлю такой полезный слайдик, который показывает, как синтекс, который SQL-ный, писать его в Mongo через вот эти JSON-файлы. Но это не совсем относится к нашему докладу, но он будет. Все. Ну, выводы я, на самом деле, уже почти все сказал. Давайте еще раз подведем итоги. Значит, если раньше мы ездили в каком-то старом древнем автобусе, сами ковырялись в моторе, понимали там, как поменять проводки, то сегодня у нас как бы мир стал очень сложным. Это такой некий космический корабль, в котором куча всего накручена и наворочена. И если вы думаете, что Spring'a'dat это серебряная пуля, которая решит вам все проблемы, то я так, к сожалению, не считаю. она может помочь вот начать с чем-то новым, она может помочь дать вам возможность вот этой гибкости поначалу прыгать туда-сюда, смотреть, где вам лучше, где вам удобней. Но в какой-то момент, когда вы останавливаете свой выбор уже на чем-то, то там, скорее всего, придется постепенно хотя бы какие-то куски переписать на нативное, для того, чтобы оно все работало быстрее. Еще раз большое вам спасибо. Продолжение следует...